Украина получила от Запада больше тысячи тонн оружия. Меня зовут Евгения Токарь. Здравствуйте. В украинском МИДе заявили, что общий объем оружия и оборудования, которое Киеву передали западные партнеры на фоне угрозы возможного вторжения России, превышает тысячу тонн. Также, по словам Дмитрия Кулеба, Украина получает рекордную экономическую помощь. Украина получает сегодня усиленную политическую и экономическую поддержку для нашей безопасности. Общий объем за последние недели, месяцы превысил полтора миллиарда долларов. Общий вес предоставленного оружия – более тысячи тонн. Рекордные объемы поддержки имеют важное политическое значение. Они усиливают позиции Украины за столом переговоров. Сейчас ключевая тема мировой политики – это не допустить очередную волну войны России против Украины. Напомню, накануне в Киев прибыл очередной самолет с военной помощью от США. Также поставки оружия в Украину на этой неделе анонсировала Польша. А Эстония в ближайшее время планирует передать Украине ракеты для противотанковых комплексов «Джевелин». При этом Киев и Запад настаивают, что эта военная помощь предназначена исключительно для оборонительных целей в случае возможного российского вторжения. Я напомню, Россия сосредоточила около границ с Украиной примерно 130 тысяч военных. При этом Москва отрицает вероятность наступления. А вот в Вашингтоне заявили, что Кремль может начать вторжение в Украину уже в ближайшие дни. Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан. Но при этом, возможно, и другие сценарии. По словам Салливана, Владимир Путин может прибегнуть к кибератакам или полностью оккупировать Донбасс. Мы считаем, что существует большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину. Тут возможны разные варианты. Это может произойти как завтра, так и через несколько недель. Он создал эту ситуацию с развертыванием войск, чтобы иметь возможность действовать агрессивно против Украины в любое время. И мы прилагаем все усилия, чтобы сплотить наших союзников для оказания материальной поддержки украинцам. Президент США обсудил с французским коллегой Мануэлем Макроном дипломатические усилия в ответ на действия России, которая продолжает наращивать военный контингент на границах с Украиной. Об этом сказано в сообщении Белого дома. Телефонный разговор состоялся в преддверии встречи лидеров России и Франции. Она пройдет сегодня в Москве. Пресс-секретарь Кремля сегодня заявил, что встреча Макрона и Путина обещает быть продолжительной. Но, по словам Пескова, ситуация слишком сложна. Чтобы, я цитирую, ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи. В Кремле заявили, что на переговорах будет доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины. После встречи с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон вылетит в Киев, где проведет переговоры с руководством Украины. Азербайджан передал Армении восьмерых военнослужащих, задержанных в ноябре прошлого года во время обострения на границе двух стран. Их возвращение состоялось по итогам переговоров с участием премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Эльхама Алиева. Видеоконференция прошла в пятницу при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета. Франция направила самолет, который отвезет армянских военнослужащих домой. Президент Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Шарль Мишель поприветствовали решение Баку. Макрон также поблагодарил французских дипломатов и военных, задействованных в операции. Правозащитник Абубакар Янгулбаев покинул Грузию после того, как ему сообщили, что за ним следят. В Грузии он находился с конца декабря. Ранняя глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы России Адам Делимханов и региональные силовики публично пригрозили убить Янгулбаева и всю его семью. По его словам, слежка однозначно связана с угрозами высокопоставленных чиновников республики. Янгулбаевы критиковали руководство Чечни, и конфликт Кадырова с их семьей длится с 2015 года. Сыновья Сайди Янгулбаева покинули Чечню и саму на его дочь уехали из России после задержания его жены Заремы Мусаевой. В январе в их квартиру в Нижнем Новгороде ворвались силовики и вывезли женщину на допрос, а в Грозном против нее возбудили уголовное дело за нападение на полицейского и арестовали на два месяца. Телеграм-канал Адат накануне опубликовал аудиозапись, сделанную во время задержания Мусаевой. На записи, как утверждается, слышно, что больной диабетом женщине не дали взять инсулин. А один из силовиков приказал тащить Мусаеву силой, я цитирую, «даже если она умрет». В Минске силовики задержали фотографа Уладзе Гридина. Об этом сообщили его родственники. По их словам, Гридин не выходил на связь с пятницы, а дома у него остались следы обыска. Позднее они узнали, что фотограф находится в изоляторе на Окрестино. Сегодня, по словам родственников, должно пройти заседание суда по мере пресечения. Уладз Гридин работал корреспондентом Радио Свобода в Беларуси, пока в конце августа 2020 года его не лишили аккредитации. В это время по всей стране проходили массовые протесты из-за итогов президентских выборов. И многие журналисты, которые освещали эти события, подверглись преследованиям. В частности, Гридин провел 11 суток в изоляторе за работу на акции. Правозащитники из группы «Весна» сообщили, что только за январь этого года по так называемым протестным уголовным делам осудили не менее 79 человек. За весь прошлый год правозащитники насчитали примерно 1300 подобных дел. И почти половина осужденных тогда получила реальные сроки в тюрьме. Политзаключенными с начала протеста в Беларуси были признаны более тысячи человек. И эта цифра, по данным «Весны», только растет. Количество новых случаев коронавируса в Украине может вырасти до 60 тысяч за сутки. Об этом заявил министр здравоохранения страны. По его словам, рост заболеваемости ковидом в Украине длится уже 4 недели подряд. Максимальные показатели за это время достигали больше 43 тысяч заражений за сутки. Сейчас больше всего случаев фиксируют в Киеве, Львовской и Одесской областях. В Минздраве прогнозируют, что рост заболеваемости продлится еще примерно 2 недели, после чего ситуация пойдет на спад. При этом уровень госпитализации пациентов с коронавирусом, по данным министра здравоохранения, остается ниже, чем во время предыдущей волны. Благодаря вакцинации при 40 тысячах случаев за сутки у нас не более 4 тысяч госпитализированных. То есть только каждого десятого больного нужно направлять в больницу. Тогда как во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого. Загруженность коек с кислородом сегодня составляет 40,9%. То есть пациента, которым назначена кислородная терапия, занимает всего треть всех доступных в Украине коек, обеспеченных кислородом. Больше 90% заразившихся коронавирусом жителей Москвы болеют штаммом омикрон. Об этом заявил директор научного центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Напомню, именно в этом центре была разработана российская вакцина против коронавируса «Спутник Ви». По мнению специалистов, штамм омикрон переносится легче, но распространяется он гораздо быстрее своих предшественников. Врачи говорят, что реанимации по-прежнему заполнены и подавляющее большинство пациентов, которые там находятся, не вакцинированы. Сегодня в России выявили почти 172 тысячи новых заболевших, а показатель госпитализации за неделю вырос на 30%. Женские сборные России и Канады по хоккею отыграли в медицинских масках первый тайм в матче группового этапа Олимпийского турнира. У некоторых россиянок не было результатов теста на коронавирус, канадки из-за этого час отказывались выходить на лед, но потом согласились играть в масках. На этой неделе у шести участниц российской сборной выявили коронавирус и их отправили на карантин. После второго периода матча пришли результаты тестов и россиянки сняли маски. Турнир закончился со счетом 6-1 в пользу Канады. Несмотря на то, что в Пекине действуют жесткие антикоронавирусные ограничения, до сегодняшнего дня выступать в масках спортсменам еще не приходилось. Сегодня же российские фигуристы стали победителями в командных соревнованиях в Пекине, а 15-летняя Камила Валиева завоевала золотую медаль в произвольной программе. И, как отмечает сайт спортс.ру, стала первой в истории спортсменкой, которая исполнила четверной прыжок на Олимпийских играх. В столице Канады ввели режим чрезвычайного положения из-за протестов против коронавирусных ограничений. Митинги проходят уже вторую неделю. Водители заблокировали центр Отавы. Изначально протест вызвало введение обязательной вакцинации для дальнобойщиков. Без прививок водители грузовиков после возвращения из США должны соблюдать двухнедельный карантин. А их коллегам из Штатов и вовсе запрещено въезжать в Канаду без сертификата о вакцинации. При этом профсоюз дальнобойщиков критикует протест и утверждает, что большинство водителей вакцинированы. Накануне полиция Отавы просила прислать подкрепление, чтобы сдержать демонстрантов. Протестующие говорят, что не уйдут, пока правительство не отменит все запреты и призывают к отставке премьер-министра страны. Местные СМИ, ссылаясь на источники, заявляют, что премьер Джастин Трюдо на фоне протестов покинул свою резиденцию вместе с семьей. Якобы их перевезли в секретное место недалеко от канадской столицы. Цена российской нефти побила рекорд, зафиксированный в 2014 году. Она превысила 95 долларов за баррель впервые за семь лет. Стоимость российского экспортного сырья выросла вместе с мировыми котировками нефти. Стоимость марки Brent также достигла максимальных за семь лет значений. Спрос вырос на фоне политической напряженности в мире и опасений дефицита поставок нефти на рынке. Эксперты Trading Economics заявляют, что цена растет из-за ограничения добычи сырья, при том, что спрос на нее восстанавливается после кризиса пандемии. А вот аналитики JP Morgan на фоне ситуации вокруг Украины прогнозируют рост барреля Brent'а до 120 долларов. Кроме того, на стоимость нефти повлияло и похолодание в США. Соединенные Штаты по-прежнему остаются крупнейшим потребителем нефти в мире. Это главные новости к этому часу. Меня зовут Евгения Токарь. До встречи.